Всем привет! Меня зовут Тома. В инстаграме я Вау Томочка. Я играю в американский футбол, в московских сиренах. Стою в Дилайне, это где самый крупняк в линии. И для того, чтобы показывать хороший результат, я занимаюсь на таких площадках. И основой моих занятий всегда являлись приседания. И не только для красивой попы, а для того, чтобы еще хорошо развивать ноги, пресс и спину. Сегодня я расскажу все, что нужно знать новичкам, которые начинают свои тренировки по приседаниям. Приседания – одно из самых эффективных силовых упражнений, задействующее сразу несколько суставов и вовлекающее в работу большое количество крупных и мелких мышц нижней части тела. Классические приседания дают нагрузку прежде всего на квадрицепсы, большие ягодичные мышцы, приводящие мышцы бедра, а также камбаловидные мышцы. Приседания мы начинаем с правильной постановки ног. Ноги должны быть немножечко шире плеч. Некоторые расставляют ноги широко, это совершенно не нужно. Расставляем так, ну, чтобы было действительно комфортно. И носочки немножечко расставляем в стороны. Приседаем мы с ровной спиной. Многие, когда начинают, начинают как-то вот сразу валить спину, не следят за ней. Когда просто потом перейдут на веса, начнутся сразу проблемы, а спина – это, мне кажется, у всех, что у мужчины и у женщины, самое больное место. Поэтому спинка ровненькая. Даже можно поставить палочку, и чтобы затылок, лопаточки и попа все прижималось. Поэтому нигде никакого скругления не должно быть. Приседаем мы на вдох, встаем мы на выдох. Тоже очень важно, сразу ставьте себе технику дыхания. Путь работать с весами, вам прям нужна полная концентрация. Втянули живот, напрягли пресс. Даже если его нету, то напрягли прям то, что есть. Спина ровная. Для того, чтобы проверить, спинка ровная у нас нет, можно вот прям лопаточки свести. И тогда вот спинка, значит, ровная. Подбородочек высоко, потому что мы все красивые. Не надо прям его к себе прижимать. Это абсолютно не поможет. Только сделает двойной подбородок. Ручки я вперед, можете пользоваться техникой, неважно куда. То есть, ножки на ширине плеч, немножко шире. Носочки в сторону. Я руки вытягиваю вперед, чтобы они не мешались. Можно куда угодно их вдевать. Хоть наверх, хоть вниз, хоть просто вдоль тела. Я люблю вытягивать вперед. И вот приседаю, я прям чувствую немножко ниже. Фиксирую. И на выдох встаю. Спинка, видите, у меня прям ровненькая. Приседаю. Не встаю. На две части делим упражнения. На присед. Зафиксировались. И встаем. Делаем все по красоте. Каждый присед. Приседаем мы с ровной спиной. Как я уже сказала, коленочки у нас уходят к носочкам, но не выходят за них. То есть мы коленочки не вперед ведем, а именно стабилизируем их к носочкам. Приседаем мы низко до параллели с полом. Вообще по пауэрлифтингу для того, чтобы засчитался у вас присед, надо вот немножечко ниже, чем параллель с полом. Ну вот параллель и ниже. Поэтому прям низко валиться или немножко не дотягивать совершенно не нужно. То есть приседаем мы прям чувствуя. Можно на самом деле приседать изначально зеркалом или с коллегой, который будет смотреть. Потому что когда ты не приседаешь, ты вообще не понимаешь, сколько тебе надо приседать. Столько или вот столько. Или где спину не округлить, ты тоже это можешь не замечать. Поэтому все рекомендуют всегда приседать либо с зеркалом, чтобы посмотреть, либо, кстати, можно поставить телефон, поприседать, посмотреть на себя и уверенно оценить свою технику и ошибки. Потому что, кстати, вот на видео они всегда очень сразу видны. Если у вас не получается изначально приседать вот так вот ровненько по красоте, как я говорила, вас заваливать назад, это совершенно ничего страшного. Особенно у девушек возникает такая проблема. Вам просто надо поделать облегченные приседания, научить свое тело приседаниям. И уже просто через три занятия вы сможете уже полноценно приседать. И начать можно вот приседать со скамеечки. Мы приседаем до скамеечки, садимся. Ну, конечно, у нас все опять же напряжено, как я говорила. И встаем. Но скамеечка нам позволяет не заваливаться. Поэтому присели на скамеечку, зафиксировались и встали со скамеечки. И, кстати, нет страха то, что вы завалитесь или упадете. Это даже влияет на таком психологическом уровне, что там-то скамеечка. Сели. Опять же, я могу как скамеечкой, так и без скамеечки. Я же не вот так вот сажусь. Вот так вот не надо делать. Сели, посидели, подумали, собрались и встали. Нет, вот так вот не надо. Второй уровень подводящих упражнений к приседу без всего – это приседания с такой опорой. Я на самом деле очень люблю приседания с опорой, потому что они позволяют максимально глубоко приседать. И даже вот если вы по классике приседаете, если есть какая-то опора, мне вообще всегда классно держаться. Это не снимает особо нагрузку с ног, ну, если не прямо вот так вот, я не знаю, всеми руками и ногами держаться, а просто если фиксировать, то круто приседать очень глубоко. То есть, опять же, ножки поширяемся. Видите, как низко можно садиться? И встаем. Руками я прям немножечко держусь, не вхватываюсь. Это просто такое вот для того, чтобы не завалиться назад. Но можно, опять же, хорошо и глубоко сесть. Особенно, кто недоприседает, приседайте вот с такой вот опорой. То есть, вы увидели, вам сказали, что вы недоприседаете, научите приседать с опорой. Хорошо так. Вот вы прям почувствуете максимально свою глубину приседа. Она у всех абсолютно, кстати, разная. Колени уходят за носочки при приседе. Прям вот что-нибудь такое вот. Второй топ ошибок при приседании – это когда спина либо слишком назад уходит, либо, не дай бог, выгибается вперед. Это прям то, что никогда не нужно делать, особенно, когда вы перейдете на веса. Еще ошибка есть такая, что многие забывают перед тем, как начать приседать, полностью тело все собрать. Ну, то есть, я говорю о том, что надо хорошо втянуть пресс. Не надо его расслаблять. Ни в коем случае, ни в какой момент упражнения. И просто на всем протяжении ваших приседаний пресс, он должен быть такой прям вот в напряжении. И то есть, опять же, приседаем на вдох, встаем мы на выдох. При этом живот у нас на эти моменты не должен гулять. И не должен вам помогать дышать. Он всегда такой прям собранный. Если вы в приседаниях отрываете пяточки, и не дай бог, увидели себя такую ошибку, или вам сказали, можно еще подкладывать диски. Маленькие дисочки. И прям под пяточку вы подкладываете, и у вас уже формируется привычка. Потом это можно будет убирать. Вот. И еще очень многие говорят, что надо давить на пятки. То, что чтобы ни в коем случае не отрывать, надо давить. Но лично я считаю, при своем опыте, надо полностью правильно и равномерно распределять вес по всей стопе. Потому что, когда вы привыкнете давить на пятки, опять же, пойдете с весами приседать, а я приседаю с довольно хорошим весом 70 и 80 килограмм, пробую. Просто можно будет как-нибудь и завалиться. Поэтому распределяем мы вес равномерненько. И еще такой интересный момент. Я вот приседаю по классике, ножки немножко шире. Но, опять же, есть разная глубина, я не знаю, как постановка ног, скажем так. Она влияет на то, что мы хотим проработать. Чем уже мы ставим ножки? Это, кстати, знаете, очень где хорошо задействовано в тренажере нажим? Вот так же это можно сказать и на приседе. Чем уже мы ножки ставим, тем у нас больше прорабатывается внешняя сторона бедра. Вот прям она намного больше напрягает. Вот она прям напрягается. А чем шире мы поставим ноги, тогда идет уже акцент и проработка внутренней стороны бедра. Поэтому, что вам надо, то вы размером, как говорится, и прокачиваете. Вот они прям напрягаются. Если вы сейчас повторите за мной просто... И, кстати, на самом деле, вот я считаю, что смотря это видео надо приседать. Это всем очень сильно помогает, особенно девушка. Я делаю каждое утро до завтрака около 50 приседаний. Ну, еще попараллельно с другими упражнениями. Плюс у меня силовые приседания. Вообще присед это мое самое любимое упражнение. Поэтому хочу вас замотивировать на присед. И мужчинам тоже это очень-очень хорошо подходит. Особенно тем, кто забывает про день ног. Поэтому, что вам надо проработать? Уже ножки, напоминаю, это внешняя сторона бедра. У девушек часто тут проблемы ушки. Поэтому, если надо проработать, ноги поуже стоя. А чем ножки шире, это уже внутренняя сторона бедра. Есть мифы, то что надо приседать только до параллели. А если, не дай бог, вы немножечко ниже сядете, то это пойдет в нагрузку, как травмируете колени. Нет, такого ничего нет. И если вам хочется приседать только до параллеля, то приседайте только до параллеля. А если хочется, вот прям тянет вас приседать, и хорошо получается глубоко, то приседайте глубоко. Это никак не дает вам никакого влияния на травмы и не провоцирует их, особенно на колени. Очень-очень многие думают. Если вы, естественно, сядете и начнете водить колени, вот это дает травмы. А глубина приседа никак на это не влияет. Прям забудьте.